Ну хорошо, мы с вами остановились на денежной теме. Сейчас я выведу на экран наш текстик. Значит, у нас были долгие споры относительно того, какие деньги имеются в виду в Писании. Ну все началось, напомню, с того, что есть разногласия между домом Шамая и домом Гилэля по поводу минимальной суммы, необходимой для Гидушин. Бейд Гилэль говорят прута или шаве прута, то есть что-то равное пруте. По этому поводу Талман пока ничего не говорил. А вот Бейд Шамай говорят, что нужен динар. Динар у нас гораздо больше, чем прута. Ну и были разные предложения относительно того, что, собственно говоря, имеет в виду Бейд Шамай, почему они считают, что необходим динар. Ну, я не буду возвращаться ко всей последовательности приводимых примеров и так далее. Остановились мы на том, что, когда выясняется, каждый раз есть попытки привести, с одной стороны, доказательства того, что в Торе деньги – это деньги цорские, город Тор. И есть какие-то попытки опровергнуть это. В общем, это довольно путанная история. Каждый раз, когда нам пытаются это опровергнуть, приводятся какие-то аргументы, что вроде бы там то буква «эй», то «килим», то еще что-то такое, что делает тот случай, который приводится как альтернатива, вроде бы исключительно. Но в конце концов, все равно не удается доказать, что в Торе слово «кэсэф» всегда означает «цорские деньги». И тогда, собственно, меняет, Талмуд меняет, в таком смысле, версию Барайт. Каким образом? Что надо, на самом деле, сказать следующим образом. Надо сказать, что раб Иуда, со слов раба Аси, собственно, он и говорил об этом, он говорил, что не просто цорские, не просто деньги кэсэф всегда означают «цорские деньги», а только кэсэф-кацув. Кэсэф-кацув – это тогда, когда обозначена сумма. То есть есть места в Торе, где сказано просто кэсэф, и сумма не обозначена, и тогда действительно невозможно считать, что это именно цорские деньги. А вот если в Торе сказано сумма, то тогда это точно цорские деньги. По поводу, собственно говоря, вот этих цорских денег. Ну, само предположение, да, что в Торе используются деньги, изготовляемые в городе Цор. То есть город Цор знаменит тем, что там, собственно говоря, печатались монеты. Но когда они печатались, эти монеты, насколько мы знаем из исторических книжек, но это не раньше третьего века до нашей эры. Ну и вплоть до начала новой эры, где-то, может быть, до конца первого века в эры. И Цор был как раз городом, в котором печатались монеты. Ну, тогда получается, что мудрецы Талмуда, в общем, применяют некий анахронизм, да, примерно такой же, как сегодняшние ультраатодоксальные газеты рисуют Авраама в Обсердаке, в Штраймеле и так далее. Да, потому что, собственно, так ходили Еврам, Ицхак и Яков, естественно, так же, как они ходят. Ну, а мудрецы Талмуда, которые знают город Цор как место, где изготавливаются монеты, причем издавна изготавливаются, да, но все-таки третий век до нашей эры, они считали, что в Торе используются вот эти самые монеты, изготавляемые в Цоре. Это, безусловно, является определенным анахронизмом, но не меняет ни в коем случае сути дела, о которой речь идет в Талмуде. Так вот, после того, как нам это сказали, да, это мы вот здесь, видите, кэс и в конце, не любые деньги, а в установленном размере, тогда это действительно цорские деньги, тогда как бы те трудности, которые у нас были до этого, должны как бы отпасть. Ну, и, собственно говоря, здесь мы, вроде бы, остановились. И дальше Талмуд спрашивает, ну, хорошо, но если так, и что же, что нам это дает? Что мы из этого можем выучить, что мы из этого слышим? Разница вот в чем, что когда речь заходит про, например, пять села, то есть слои, это тоже одна из манер. Талмуд спрашивает, который платит Каэну за выкуп сына, или тридцать монет, которые платят Шекелей, которые платят за убитого раба. Человек должен такой штраф принести, или пятьдесят Шекелей платит тот, кто изнасиловал девушку, и тот, кто ее соблазнил отцу этой девушки. Или сто Шекелей, которые должен заплатить тот, кто навел на девушку такие нарекания, утверждая, что она не девственница на самом деле. В общем, он ее зря обвиняет, и, согласно писанию, он должен заплатить штраф в сто динаров. Так вот, все это, все вот эти случаи имеются в виду Шекель-Акодыш, то есть вот этот Шекель, Шекель, который используется в Торе. И что же это за, собственно говоря, Шекель-Акодыш, это не что-то, как вот эта самая цорская села, то есть монета города Цор. Ну, из того расчета, что двадцать пять шекелей, видите, добавляет, да, равны сотне динаров города Цор. То есть это, вот, исходя из этого расчета, собственно говоря, человек, который совершил то или иное преступление, должен заплатить штраф, он платит вот этими цорскими деньгами. То есть это то, что, собственно говоря, к чему приводит, да, вот эта самая Барайка. Но не только к этому, да, потому что есть ведь случаи, когда нет. А какие случаи, когда нет? В Шекель-Диврегем кейсов медина. А то, что мудрецы установили, это оплачивается деньгами той страны, как бы, в которой живут эти деньги. Гораздо менее, как бы, меньшую стоимость имеют. И нам приводят пример, что это, например, Ицтеры халий, Велот нанды, Таня, Гатокейли, Хаверону, Тенло села. Ну, например, вот то, что мы учим в одном месте, в нишне, где говорится, что тот, кто ударил твоего товарища, должен заплатить селу. И не надо сомневаться тебе, раз это мы прочитали в нишне, тебе не нужно сомневаться, что это за села имеется в виду. Села, которая равна, вот здесь мы, да, это села, которая равна 4 зуза, или 4 динара цорского, или села, которая равна половинке зуза цорского. Потому что и то, и другое, типа, зуз, и то, и другое, называется там, динар и так далее. Но одно дело, когда речь идет про цорские монеты, определенного, с определенным названием, и другое, когда речь идет про монеты с тем же названием, но используемые в обиходе. То есть рубль, рублю не товарищ. Одно дело, рубль московский, например, да, другое дело, рубль какой-нибудь казахстанский. Там могут быть рубли, но они имеют разную стоимость. Ну вот, мы про это и говорим, что если мы имеем дело с законом, сформулированным в Мишне, то тогда это, конечно, половина зуза, то есть которая называется Истера. То есть это она же монета села, принятая в стране. То есть люди называют, видите, здесь в кобочках нам дается пояснение, то есть люди одинаково называют монетой села, как серебряные деньги цора, так и те, что ходят по стране, хотя у них разные стоимости. Ну, хорошо, я так понял. Да, то есть есть различия между вот этими самыми цорскими деньгами и деньгами, имеющими вхождение в стране. Ну, это все было к чему? Это было к тому, что одно из мнений, почему Бейджамай предлагают для кедушин именно динар, а они что-нибудь, потому что они ориентируются на цорские деньги. Цорские деньги гораздо дороже, да, Бейджамай ориентируется как бы на те деньги, которые имеют вхождение в стране, а Бейджамай ориентируется на те деньги, ну, в каком смысле можно было бы их назвать такими, да, агодическими, да, или мифологическими деньгами, которые как бы имели вхождение во времена Торы. С точки зрения мудрецов Талмуда, как мы понимаем, что это, в общем, не совсем так. Если пытаться исторически выяснить, то, наверное, это не так. Но это не так важно, да, а важно, что, то есть, противопоставление между школой Шамая и школой Гилейля получается такое, да, то есть, Дом Гилейля говорит о том, что для Аки Душин необходимо, что необходимо, ну, сейчас мы будем выяснять еще, с Домом Гилейля будет отдельный разговор, но в любом случае они берут по минимуму и ориентируются, сейчас пока сформулируем это так, они ориентируются на современных, на деньги, которые входят вот сейчас у нас в стране. в той стране, в которой мы живем. То есть, собственно говоря, денежные единицы берутся из контекста исторического, в котором мы находимся. А Бэйд Шамай, с точки зрения вот этого подхода, потому что это не единственный подход, как мы помним, да, с точки зрения этого подхода, Бэйд Шамай говорят, что нет, нам нельзя ориентироваться на исторический контекст, нам нужно ориентироваться на внеисторический контекст, в каком-то смысле на мифологический контекст. Мифологический контекст говорит о, о деньгах, которые имели хождение во времена Торы. Поэтому мы ориентируемся именно на такого рода товарообмен, скажем так, или такого рода денежную систему. То есть денежная система, которая является для нас определяющей те или иные законы. Хотя смотря какие законы, как вам сказали. Какие законы? Те законы, которые сформулированы в Торе или те законы, которые сформулированы мудрецами. На самом деле мы должны помнить, что закон Кедушина он сформулирован не в Торе. Мы из Торы его вроде бы выводим с помощью киха, киха, взятия там, взятия здесь. Например, если речь идет про деньги или еще из каких-то, но прямо в Торе нет, собственно говоря, такого понятия, как Кедушин. То есть это вроде бы постановление мудрецов Талмуда. Но и тем не менее, дом Шамая ориентируется на денежную систему мифологическую, а дом Гилеля на историческую. В этом нет, если мы так это сформулировали, то это не должно нас удивлять. Почему? Потому что у нас, собственно говоря, два этих дома, они отражают определенного рода позицию, которые во всех, собственно говоря, спорах так или иначе проявляются. Какая позиция? А именно позиция перспектива земная или перспектива небесная. Шамай, само имя их частично намекает на Шамая, и они являются представителями школы, которые ориентируются, имеют своим горизонтом небесную перспективу и исходят из нее. А дом Гилеля, Гилель восхваляющий, то есть восхваление идет снизу вверх, имеет свои перспективы, земную перспективу и ориентируется на, в таком смысле, на мир реальный, а не на мир идеальный. То есть идеалисты и материалисты, мы можем так сформулировать Гилель и Шамая. Ну и мы знаем правила, что у нас Аллаха следует дому Гилеля, за исключением некоторых случаев, а в будущем мире Аллаха будет следовать дому Шамая. То есть в этом смысле, как бы концептуальная подоплека всех этих споров, она ясна, понятна. И сейчас, когда мы прочитали про вот эти цорские деньги, мы лишний раз убедились, что здесь, собственно говоря, эти позиции, дома Гилеля или дома Шамая, они оказываются последовательными. Понятно, что кто имеет в виду небесную перспективу, ориентируется на мифологические деньги, а тот, кто имеет земную перспективу, ориентируется на деньги, которые, собственно говоря, имеют хождение вот здесь и сейчас. Ну хорошо, это мы закончили тем самым развитие вот этой вот темы, да, одно из, у нас была первая точка зрения, почему дом Шамая говорит про Динар, потому что он определенным образом ценит дочерей Израиля, и говорит, что нельзя как бы ставить такую низкую планку, как прута, нужно ставить планку повыше. Потом это было подвергнуто определенному сомнению, и в любом случае была высказана другая точка зрения, другая точка зрения, как раз про цорские деньги, то есть что они ориентируются на вот этот самый мифологический контекст. Ну и там были попытки выяснить, действительно ли в Торе всегда цорские деньги, там не очень получилось, да, были попытки, какие-то аргументы против были отвергнуты, какие-то аргументы, тем не менее, возымели действия, и, в общем, это немножко зашаталось. Переформулировали барайту, сказали, что речь идет только тогда, когда конкретно говорится в Торе о каком-то количестве, тогда это цорские, тогда это мифологические деньги, то есть мифологические деньги. Кэссер в Торе имеет мифологическую окраску только в том случае, если указано сколько. А если не указано сколько, то тогда это не имеет мифологической окраски. Ну, я бы сказал, что мы могли бы провести это различие очень просто, да, то есть одно дело, когда говорится просто о деньгах, кэссер, да, серебро, ну, серебро, сколько серебра неизвестно. И другое дело, когда действительно говорится о какой-то сумме, то есть сумма, она знаменует собой вот ту перспективу, которую видит Бейджамай, а отсутствие суммы ее не знаменует, а говорит просто о деньгах. Ну, теперь Раби Шиман Бейн-Лакеш приводит еще одно высказывание. Раби Шиман Бейн-Лакеш говорит, Он приводит новую возможность обосновать вот это мнение шамаевцев, почему они настаивают на динаре, а не на пруке. И он говорит, что их мнение соответствует мнению хиски. Хиския без приставки «Раш», просто хиския, да. Да, Амар Хиския говорит, Амар Кра, Вегегда, Меламечши, Меграат, Мепидюна, Вейюцца. И Амрат Бишлама, Деягивла, Динара, Гайну, Де Меграат, Вегазла, Атпрута. И Амрат Деягивла, Прута, Мепрута, Мимеграат, Вот такой, сейчас переведу, вот такой аргумент высказывает хиския. Что он говорит? Он говорит так. Он говорит, у нас есть такой закон, который касается рабыни, еврейской рабыни. Помним, что у нас были сравнения с нееврейской рабыней, теперь он говорит про еврейскую рабыню. И про еврейскую рабыню говорится так, что если она, значит, там, да, если есть контекст, то так, что если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не должна выйти так, как выходят рабы. Ну, есть ее статус, статус еврейской рабыни, он другой. Ну, мы об этом тоже говорили уже в самом начале, да, потому что еврейская рабыня, она в каком-то смысле потенциальная жена. То есть берут маленькую девочку в дом, она там работает и так далее, а потом она может в каком-то смысле стать женой, в каком-то или в прямом смысле, она может стать женой либо хозяина самого, который взял, либо его сына и так далее. И вот восьмой стих говорит, что если она стала негодной в глазах его, который назначил было ее для себя, он решил от нее отказаться, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее невластен, изменивший ей. Ну, то есть он не должен ее как бы предавать в каком-то смысле. А если он назначит ее сыну своему, то должен поступить с нее по праву дочерей. А если другую возьмет себе, то ее не должны лишать пищи, одежды и сожития, саития, да. То есть она остается его женой, даже если он берет себе другую жену. Но тот стих, который цитирует Хиске, он цитирует слово «вегевда». «Вегевда» означает «выкупил». Данное слово «пидион». «Пидион» – это «выкуп». Так вот, если, значит, этот человек решил, он назначил ее вроде бы для себя, и «Ада» в оригинале, но не «выкуп». Позволить он должен выкупить другому. И Хиске на этом основании говорит, что есть возможность ее выкупа. А как происходит ее выкуп? То есть есть некий пидион, то есть определенного рода залог, этот самый выкуп, который, собственно говоря, она должна как бы отработать. То есть, вот, предположим, кто-то продает свою дочь в рабыне. Это значит, вот он продал ее в рабыне и за какую-то сумму. И что? И эта сумма, она ее как бы отрабатывает. Да, отрабатывает эту сумму. Отрабатывает эту сумму. Потерялся мой текстик. Почему-то. Так, вроде есть. Ну, сейчас я минутку так сделаю. Так и заново в тексте выведу, что он не интересен. Значит, он, да, она должна отработать какую-то сумму. Но если он ее, так сказать, решает отпустить, то отпускает он ее как? Ну, знаешь, эмигрант, ну, питью наводится. А, то есть, она должна заплатить какую-то сумму, да, оставшуюся. Предположим, она проработала полгода, да, вот она ее там за какую-то сумму купила, она какую-то отработала. Теперь он говорит, все, ну, ты знаешь, нет, жены тебя брать не будут, туда-сюда, и, в общем, ну, пожалуйста. И она выходит на свободу. Но для того, чтобы выйти на свободу, она должна либо отработать эти деньги, либо, либо отдать их. И вот, как здесь переводят, да, скалахийский, она вычитает из динары, за которую было продано, деньги за работу в течение лет, проведенных в рабстве. И тогда, собственно говоря, она выходит на свободу, да, то есть она должна заплатить ту разницу, да, между тем, что он заплатил, и тем, что она отработала. Переводчик вставляет здесь динар, но динара здесь нет, да, то есть здесь есть просто, что она как бы сдачу от того залога, который он из нее заплатил, она ему возвращает и выходит. Ихиске на этом основании говорит, что и Амран Бишла Мадея евла динар, айну де Меграт вывязла от прута. Если он купил ее за динар, то есть он дал ей динар, ну, нормально, тогда все нормально, тогда она может выплачивать какую-то сумму, которая меньше динара, вплоть до, там, предположим, осталось, может быть, ей пруту только выплатить, и вот она ее выплачивает. Эла и Амра деяй вла прута. Ну, если ты скажешь, что он дал ей пруту, то есть он приобрел эту девушку за пруту, то есть за самую мелкую монету, то мне прута, ми Меграт, а как же можно вычесть из пруты, то есть самая мелкая монета, тогда получается, что этой как бы разницы нет, вот он ее за пруту приобрел, и получается, что она, вас нет как бы, если это самые мелкие деньги, да, копейка, или сантим, то у меня меньше как бы и нет, да, то есть что жена ему даты даст. Поэтому он говорит, что И тогда получается, что когда получается, что можно задать такой вопрос, так что получается, что если он изначально дал за нее динар, тогда она может выйти на свободу, ну, вычитая из этой суммы то, что она отработала, пока не останется, хотя бы прута. Но там, где изначально он дал за нее пруту, то тогда она ничего не вычитает. И тогда, тогда что, тогда просто ей нужно вернуть эту пруту, и так она выходит на свободу. Такая получается история. Глоссалка, так, говорит Кемара, не надо думать. Так, ну, давайте прочитаем, будто еврейскую рабыню можно приобрести за сумму, из которой потом нельзя вычесть деньги за прошедшие годы в случае досрочного выхода на свободу. Почему так не надо думать? Потому что закон о вычитании денег для рабыни, он похож на закон о Иуде. А Иуд это то, что он ее назначил для себя. Что значит, что закон о вот этом выкупе и закон Иуда, я не дам, не дам, упомянула в самом начале, да, то есть он ее мыяет, ее назначает себе, и он же ее может дать ей возможность быть выкупленной. Гевда, это глагол, который относится к мужскому роду. Он ее, как бы, дает ей возможность выкупать, а не она выкупается на себя, он ей дает возможность себя выкупать. Говорит, ну все, выходи на свободу, но заплати вот эту самую, вот эту разницу. Но разницу можно заплатить тогда, когда есть динар, когда нет динара, то нет никакой разницы. И получается, что она просто должна пруту заплатить. Ну вот на этом нам говорят, что так думать не нужно. Есть некое сходство между назначением и выкупом. Какое же это? То есть назначение, когда еврейскую рабыню он себе назначает в жены. Это написано, если не хороша она в глазах ее господина, который назначил ее себе в жены, пусть позволит ей выкупить саму себя. Видите, здесь так это переведено. Эфда позволит выкупить ей саму себя. Из того, что назначение и выкуп упомянуты рядом, следует, что для Тора эти законы подобны один другому. А если они подобны другому, то их подобие заключается в следующем. А именно, в том случае, сходство между вот этими двумя действиями, его, а именно, то, что он ее назначил для себя и то, что он не позволяет себе выкупить, сходство в чем? Сходство вот в чем, что когда речь идет по назначению, то несмотря на то, что если хочет, назначает, если не хочет, не назначает, то есть он не обязан и не жениться. И там, где он, тем не менее, там, где он не может ее назначить, если он не может ее назначить, А когда он не может ее назначить? Ну, например, если он, здесь вот в скобках нам объясняют, например, хочет купить в рабыне родственницу, брак, который запрещен. Он покупает родственницу, с ней брак запрещен, и тогда, собственно говоря, он не может ее назначить себе. Ну, или, например, ее сестра является уже его женой, например. То есть сестра не может быть второй женой, как цара. Ну, есть целый ряд случаев, когда невозможно. Вот он купил рабыню, а она, значит, ее себе в качестве жены не может. И тогда логовый звена звены. И тогда ее продажа из рук отца в руки господина не считается продажей. То есть получается, что он не может приобрести рабыню, которую не может назначить себе в жену. То есть если по каким-то законам она ему запрещена, то он не может ее купить как рабынь. Но тогда нам говорят, что в этом смысле вот этот самый выкуп тоже похож. Чем же он похож? А вот чем похож, что в случае, так же, как в Иуде, то есть так же, как в назначении. То есть там, где не может случиться вычет, то есть если он купил из-за суммы, например, прута, из которой невозможно ничего вычесть, то продажи не считаются продажей. Ну, такое странное сопоставление. То есть назначение и упоминание возможности того, что она должна себя выкупить, предполагает, что и то, и другое может реализоваться. Он ее назначает только в том случае, то есть получается, что сама покупка этой рабыни, она зависит от возможности назначения и от возможности дать ей возможность выкупить себя. Если сумма, за которую он ее приобретает, не дает возможности ей выкупить себя, то есть она не уменьшается, вот, например, прута, то сделка недействительна. Если она является девушкой, которая не может стать его женой, то тоже сделка недействительна. Но ведь Бейджаме говорит о динаре, про гедушин, не про покупку еврейской рабыни, справедливо замечает Губокс. Да, конечно, конечно, не про это он говорит. Нам сейчас привели мнение Хиски. Хиски говорит про вот эту самую еврейскую рабыню. И что говорит, собственно говоря, Хиски? Хиски говорит в отношении еврейской рабыни. Он вообще, Хиски, не имеет отношения к спору Елай-Лай-Шамая. Нам говорит, что Бейджамай думает как Хиски. Теперь нам привели мнение Хиски. Хиски думает вообще о другом. Думает о еврейской рабыни. И полагает, что еврейскую рабыню нельзя приобрести за пруту. И теперь, как нам переводчик подсказывает, Рабиши Маммел-Лай-Шамая заканчивает свое объяснение причин постановления школы Шамая. А закон посвящения женщины Кедушин Бейджамай, возможно, выводят, с точки зрения Бейджамай, выводят из покупки еврейской рабыни. Мама, ама еврея, абы фруталовиканы. Афиша, абы фруталовикатша. То есть, если Бейджамай опираются на Хиски и в дополнение к этому предполагают, что Кедушин является действием, очень похожим на приобретение еврейской рабыни, а сходство, как мы видим, определенное, конечно, здесь есть, потому что, собственно говоря, в приобретении еврейской рабыни уже есть элемент женитьба, здесь как бы она маячит. То есть, он ее себе назначает. Он, в принципе, перспектива этого рабства – это брак в случае еврейской рабыни. И получается, что с точки зрения Решлатиша, дом Шамая, говорит о том, что мы как раз из этого случая и учим про Кедушин, по крайней мере, с помощью денег. Кедушин с помощью денег, когда Ишмэкадэшиша, то есть, когда мужчина посвящает себя женщине, то на самом деле этот акт, он является актом, который вытекает из закона о приобретении еврейской рабыни. И тогда нормально. Тогда получается, что они говорят, как еврейскую рабыню нельзя за пруту, за самую мелкую монету купить, потому что тогда невозможно вычитать что-то из этой монеты. Она является самой маленькой. Поэтому, значит, за пруту никак нельзя. Иль Кедушин так же, как нельзя купить еврейскую рабыню. Сумма должна быть больше в любом случае. Какой она должна быть, это отдельный вопрос. Шимон Менлатиш пока не говорит ничего про динар. Но она должна быть больше. Значит, если мы не будем откладывать в долгий ящик попытку понять такого рода подход, а сразу же попробуем вам понять, то, наверное, вы и сами можете легко догадаться, что думает Ваид Шамай на метафорическом уровне. То есть, они говорят о том, что на самом деле посвящение народа Израиля, народ Израиля становится Бога. В каком случае? В том случае, если он сначала является рабом. То есть, для того, чтобы стать женой, необходимо быть в каком-то смысле, это связанные вещи. И тогда вот эти два аспекта, народ Израиля как раб Господа, народ Израиля как жена Господа, они оказываются связанными. И в определенном смысле получается так, что народ Израиля как бы сначала раб, а потом жена. И поэтому вот этот закон, закон про еврейскую рабыню, он является очень важным для обычного. Без предшествующего отношения господин раб, в таком смысле, ну, можно мягче, не то чтобы невозможен брак, но, по крайней мере, именно это отношение господин раб является определяющим для отношения муж-жена, если иметь в виду сакральный брак Бога и еврейского народа. Так что это как бы достаточно понятно, то есть понятная точка зрения, и считает, что Бейт-Шамай придерживается именно такой точки зрения. Отсюда мы можем сразу же сделать вывод, сами уже, да, что, видимо, Бейт-Илэйли не придерживается такой точки зрения. То есть, что не обязательно в подтексте должно лежать отношение раба господин. Опять же, если вспомнить о том, что я сказал про позиции Шамая и Илэйля, то это тоже более-менее понятно, да. То есть, поскольку у Шамая, у школы Шамая перспектива небесная, да, то, собственно говоря, все земное, оно должно в первую очередь иметь некий подчиненный характер. То есть, нет равенства. Возможно, придумать здесь даже не то, что равенство. Равенство, может, и с точки зрения Илэйля невозможно, но, возможно, некое сближение, да, то есть, сближение почти равных субъектов, назовем это так, да, то есть, равными они все равно не являются, но они в определенном смысле, например, момент заключения брака, бракосочетания, они являются как бы почти равными. Все равно они неравны и так, да, на что нам все время указывал Марк на протяжении всего нашего трактата, да, что женщина как бы самая. Ну да, все-таки женщина мужчину себе выбирает, мужчина женщину, мужчина Макне, да, то есть Комне является покупателем, хотя у женщины тоже, как мы видим, роль достаточно капризная. Любопытно то, что, несмотря на это, здесь получается тонкий момент, но с другой стороны, они говорят, что в Бейджаме, они как раз поднимают цену. Это же удивительно, да, то есть они говорят, что в подтексте этого брака лежит отношение господин Раб, но цена и душин возрастает. Они же говорят про динар, да. Здесь сейчас мы отвлекаемся, вот мифологически, сейчас это другое объяснение, да, у нас было объяснение, что они говорят о мифологических расценках. Нет, здесь они говорят не о мифологических расценках, здесь они говорят как раз о вот этом предшествующем бракосочетании отношения господин Раб. Но, как это ни странно, да, парадокс заключается в том, что это как раз повышает цену, а не снижает. Мы могли бы сказать, что это странно, но призадумавшись, наверное, понимаем, что это не очень странно. Почему не очень странно? Потому что если мы говорим про, сейчас будем говорить, да, там перейдет к этому мнению дома Гилеля, если мы на самом деле не настаиваем на определенной сумме вот этого договора между мужчиной и женщиной, то как раз, когда мы не настаиваем на этой сумме, мы их ставим в равной позиции. Почему? Потому что женщина может сказать, ну, так или так, да, то есть это зависит от ее, вот их договора, да, то есть я не пытаюсь поставить им какие-то рамки, говорить, что вот такое нужно, а такое не нужно, да, вот только там динар, не меньше. Ну, как договоритесь, да, то есть, пожалуйста, свободно, если она хочет за такую сумму, пожалуйста, если она хочет за, как у нас было, да, за финик, ну, так, пожалуйста, за финик, так за финик, да, то это не даешь, будешь моей женой за финик? А я говорю, да, потому что они в каком-то смысле являются как раз, так сказать, почти равными субъектами, да, и вот их равенство, оно как раз обеспечивает возможность договоренности, а предшествующее отношение господин-раб как раз цену повышает, да, то есть в этом смысле получается, что мы должны определенным образом защитить того субъекта, который оказывается гораздо ниже, да, у нас субъекты неравны, совсем неравны, один господин, другой раб, или, по крайней мере, это предшествует, собственно говоря, браку. И для того, чтобы поддержать, так сказать, этого субъекта, который был ниже, а теперь поднять так, чтобы он стал почти равным, мы повышаем цену. Вот получается, что парадоксальным образом именно такого рода логика, она приводит к повышению цены с точки зрения Бен-Рейш-Лакеша. Ну, хорошо, это мы, с этим, мы, кажется, разобрались, а теперь, правда, остается вопрос у Димары, и у нас тоже остается вопрос, какой, ну, а почему Динар? Ну, там, типа, то, что должно быть больше пруты, понятно, почему именно Динар? И Талмуд как раз задает этот вопрос. Ну, скажи, половина Динара, или, там, две пруты, две пруты, тоже нормально, да, там, если я вам даю две пруты, то есть возможность уменьшать. Она отработала половину срока, вот одну пруту отработал, другу и отдает. То есть, вычитание возможно, даже когда у меня две пруты. И Маранет дает вопрос, дает ответ. Иван де Афикты ми прута, Укма Адинар. Очень странный, да? Поскольку вывели из пруты, то есть, покинули область вот этой самой мелкой монеты, то есть, выяснили, что рассчитает покупку еврейской рыбы не такой, как остальные покупки, можно заключить, для приобретения нужны более значимые, важные деньги, нежели прута. И поэтому установили, что приобретение совершается как минимум за Динар, который является значимой монетой. Ну, объяснение так себе, да? А значит, посвящение женщин совершают монеты не меньше, чем Динар. Ну, давайте вернемся к табличке. Табличка, она тоже не является достаточно полной, но все-таки. Вот у нас эта табличка, да? То есть, вот прута. Исар есть. Исар – это 8 прутот. Есть пундион – это 16 прутот. Есть маа – 32. Есть истера – 96. И Динар – это 192 пруты. Почему нам сейчас Толмон говорит, что коль скоро мы покинули пруту, давайте скажем не ночь. То есть, типа, если мы покинули самую маленькую область монет, то давайте перейдем к самой значимой. На самом деле, это тоже не самое значимое. У нас выше есть таблица. Здесь, правда, перепутаны буквы, но неважно. Вот Динар. Ну, есть еще Шекель. Шекель – это 2 Динара. Есть Села. Села – это 4 Динара. А есть, кто он здесь, Динар? Золотой – 25. А есть еще Мане. Мане – это 100 Динаров. А есть еще Кикар, который вообще 6 тысяч Динар. То есть, есть в этой системе монет, которыми пользуются мудрецы Талмуда. Это не полная таблица, на самом деле. Но она достаточно полная, но не совсем. Есть самые разные монеты. Почему, собственно говоря, перескакивают на Динар, остается неясным. И здесь довольно странное утверждение Динары. Вернемся к нему. Поскольку покинули пруту, вывели из пруты, поэтому установили Динар. Ну, в общем, ответ такой, что ну вот, а вот так. Ничего другого нам не объяснили. Мы разочарованы, конечно. Арава, Арава, что решил сделать? Арава решил, что сделать? Самый первый аргумент. Первый аргумент был такой, что дочери Израиля должны как бы следить за своим достоинством и так далее. И поэтому, собственно говоря, школа Шамая настаивает на том, что он был Динар. И Арава говорит, что вот в чем причина постановления школы Шамая, что еврейские женщины не выглядели в глазах людей, как вещь, которая ничего не стоит. Эфкер. Эфкер – это ничья, ничейная. И хотя по Торе можно сделки души монетой меньше, чем Динар, мудрецы такую сделку отменили. Добавляет нам Раши. И переводчик, который его цитирует. Но в Талмуде этого нет. Нет того, что меньше, что меньше. С точки зрения Шамма, Тайшама, меньше нельзя, только Динар. То есть вновлена некая сумма. Сумма достаточно значительная, и тут уже хочет женщина, не хочет женщина. Она хочет, она говорит, а я хочу за этого парня выйти, что он вообще нищеброд. Нам и Рай Шалаше, пусть он мне даст финик, и я за него замуж. Нет, не годится. Должен Динар, чтобы, так сказать, цена, в принципе, продемонстрировать то, что женщины просто так замуж еврейский просто так не выходят. Но здесь как раз опять все тот же самый парадокс. То есть когда я повышаю цену, я парадоксальным образом как раз вот этот рабский аспект подчеркиваю, потому что по сути дела я говорю о покупке. Когда я говорю про пруту, про незначимую монетку, я тем самым говорю о чем? Я говорю о том, что это все вопрос договора, то есть это формальность. Ясно, что никто никого не покупает, а это просто некий формальный акт с мелкой монетой, достаточно мелкой монеты, карандаша, чего еще, чтобы это так совершился. Это вовсе не покупка вещи. А если я говорю, что отношения господин раб предшествуют, то по сути дела я говорю, что здесь вот этот элемент, элемент покупки, он все-таки присутствует, а коль скоро он присутствует, покупка должна быть дорогостоящей. Ну хорошо, теперь, собственно говоря, мы переходим к мнению дома Илэля. Если у вас есть какие-то вопросы по тому, что мы прочли про Бейджамая, я что-то недообъяснил, то вы можете как раз сейчас самое время задать, потому что теперь мы переходим к следующей Сугие, как это называется, в Талмоне. Талмон будет обсуждать мнение дома Илэля. Да, Илэля. Ну, даже не совсем вопрос, а скорее как тему для обсуждения, которую вы, собственно, уже затронули. Это про то, что мы немного превращаемся, то есть чем больше платят, тем больше мы становимся рабами, но тем не менее мы все равно можем перейти в новое состояние. Ну, если метафорически спрашивать и рассуждать, то путь через условно вот этот рабский, через деньги, он так или иначе для нас все равно открыт. Правильно я понимаю? Безусловно, да. То есть тогда мы видим историю какую, то есть на метафорическом уровне мы видим историю такую, что народ Израиля как маленькая девочка, которая, в общем, своего мнения толком не имеет. Она каким-то образом оказывается в отношениях рабыня господин. Господин ее себе назначает в принципе в невесту. То есть он воспитывает каким-то образом, учится полы прометать, в виду готовить, еще что-то такое. Метафорически предположим, учится правильно себя вести, заповедь соблюдать и так далее. В какой-то момент он говорит, ну все, девушка созрела. То есть она теперь немаленькая, она уже большая, и я могу ее взять в жену. И берет ее в жену. То есть я тогда вижу сакральную историю вот такими глазами. С точки зрения Бейджамая, видимо, вот оно собственно говоря так и происходит. А с точки зрения Илеля, ну если просто их рассматривать как альтернативу, не потому что сейчас пробыть как раз разговор, но если их рассматривать как альтернативу, то альтернатива какая же? То альтернатива может быть такой, что я не связываю вот эти разные аспекты взаимоотношений. То есть в определенном смысле народ Израиля действительно находится в состоянии раб-господин. Это состояние раб-господин, оно возможно никак не связано с тем, что из него должен вырасти брак, из него не должен брак вырастать. Отношение раб-господин сохраняется все время. В определенном аспекте народ Израиля всегда раб-господин. А с другой стороны есть отношения муж-жена, есть отношения брачные, эти брачные отношения не зависят от этих, не зависят от отношения, например, отец-сын, который тоже присутствует, не зависят отношения пастырь и барашки, которые тоже присутствуют. Эти все отношения существуют параллельно и в определенном аспекте народ Израиля выбирается Богом как почти равный себе субъект, с которым заключается договор, с которым можно говорить взрослая женщина. И вот собственно говоря с этой взрослой женщиной заключается брак. Это как бы другой альтернативный взгляд. Я его сейчас условно приписываю Бейдгилэлю просто как альтернатива Дома Шамая. Сейчас будем читать про Дома Илэля, посмотрим, насколько это связано с этим. Ну хорошо, учили в нашем Мишне, в самом начале мы учили, что женщина приобретается мужчина при помощи денег. У Бейдгилэлю он дефрута. То есть вот Илэлювцы говорят с помощью пруты. И дальше собственно сейчас будет выясняться именно мнение Дома Илэля. Савар Раф-Йосиф Лемейма прута кольдыву. И Раф-Йосиф полагал, что стоимость пруты приведенной в Мишне вообще не обязательно. Лемейма прута кольдыву. То есть можно сказать, что речь идет о любой пруте. можно было бы даже сказать, что прута стоит сколько угодно. В общем-то похоже на то, что я говорил. То есть на самом деле вообще не в цене дела. Это вообще сколько-нибудь. То есть пруту взяли просто как пример. Имеется ввиду ну что-нибудь. Собственно они так и говорят прута действительно начинает уточнять что это за прута. Я бы сказал и мне кажется что это более как бы напрашивающееся прочтение. Что это вообще все что угодно. Имеется ввиду любая вообще цена. А Раши все-таки говорит, что речь идет про монету. А этих монет тоже они разные. То есть эти прутот копейки или сантимы они тоже разные. Одни сантимы есть индийские, другое дело американские сантимы и так далее. Раша так говорит. Потому что дальше как раз речь заходит о вот этих самых стоимости монет. И мы еще раз сейчас обратимся к этой самой табличке. И само по себе это сейчас видите не то чтобы очень понятно зачем об этом идет речь если Раф-Йосиф высказал такое замечательное мнение что на самом деле имеется ввиду все что угодно. Абай не соглашается с Раф-Йосифом он говорит что вот мы читали что что такое прута прута это одна восьмая итальянского иса ну и опять же видите добавка раши зачем мишна устанавливает стоимость пруты если как-то утверждает женщину можно посвятить монеты меньшего достоинства то есть вообще монеты любого достоинства зачем же тогда в мишне говорить о том что прута это одна восьмая итальянского иса ну здесь можно сказать что мишна это другая мишна это не наша мишна какая-то другая мишна которая об этом говорит там возможно речь заходит о чем-то другом о выяснении как раз достоинства этой самой монеты а в данном случае вообще не имели ввиду никакого достоинства а как я понимаю этого раба Йосифа просто имели ввиду что чем угодно давайте вернемся еще раз к этой табличке посмотрим так оно и есть вот он иса вы видите да прута 8 прутов это как раз иса здесь видимо имеется ввиду этот самый итальйский иса так что в этом смысле все нормально вот она 1 8 то есть исар прута это 1 8 то есть эта табличка точно воспроизводит как раз вот эту самую мишну ну мы увидим сейчас что в самой ямаре это неоднозначно как раз У нас есть другая точка зрения, что на самом деле это одна шестая. Прута это одна шестая. Ну, здесь немножко сложнее все это сказано. Сейчас переведем весь этот пассаж. То есть, вот ведь мы учили по поводу приведенной в Мишне стоимости, что это, может быть, касается лишь поколения Моисея. А здесь, в нашей Мишне, для кедушин, годится даже то, что считается среди людей. Опять мы видим вот эту самую, ту разницу, которую мы видели и в рассуждении о мнении дома Шамая. То есть, имеется в виду мифологические деньги или имеется в виду исторические деньги. Мифологические деньги, деньги времен Моисея. А наши деньги исторические это немножко другие деньги. Ну и что? А вот ведь, когда из страны Израиля пришел раб Димий, то он как раз говорил, что раби Симай ценил в своем поколении Пруту. И сколько же она? она, с его точки зрения, одна восьмая италийского Исара. Ну, собственно, как и сказано. И постановил, что женщина не посвящена, поскольку Прута его дней была дешевле указанной оценки. А когда пришел Равин, или Равин более правильно, чтобы отличить просто от Равина, да, Равин его имя, это имя, когда он пришел, там тоже в Вавилонию, из Израиля, он сказал, что ряд мудрецов расследовали такой случай, это были Равдустай, Рафьянай, Рабиоши, и оценили, какая Прута годится для Кедушины, установили, что она равняется одной шестой италийского Исера. То есть, получается, что Прута годная для Кедушины имеет постоянную стоимость, и это противоречит мнению Раби Иосифа, считающего, что годится Прута, принятая в данном поколении. Ну, это опять же комментарий Раши, да, с моей точки зрения, Раби Иосиф, говоришь, вообще любая стоимость, неважно какая, а вот эти рассуждения, рассуждения о том, что, кто, как оценивал, что такое Прута и так далее, по другому поводу совершил, да, то есть, они оценивали эти оценки Пруты, они не связаны были с Кедушин никак, но здесь приводятся эти оценки для того, чтобы сказать, что некоторые имели такую оценку, и коль скоро они имели такую оценку, то на самом деле само рассуждение о том, что же такое Прута и чему она равна, указывает на то, что Прута это не что-либо, а некая конкретная вещь. То есть, я бы сформулировал спор раба Иосифа и Абая именно таким образом. Абая настаивает на том, что, смотри, про Пруту есть рассуждения, есть взвешивание того, сколько же она стоит. И предположим даже, что есть разница между Прутой, которая была во времена Моисея, и Прутой, которая есть в наши дни. Но даже если есть эта разница, это не меняет того, что Прута это совершенно определенная стоимость. Это не вообще что угодно. А рабе Иосиф, с моей точки зрения, говорит о том, что это все, что угодно. У Раши это не так. Раши говорит, что рабе Иосиф считает, что Прута имеется в виду Прута наших дней, а рассуждения, которые мы видим, говорят о том, что нет, может быть, для Кедуши нужна не Прута наших дней, а как раз мифологическая Прута, которая была во времена Моисея, и тогда меньше, чем такой Прутой. То есть, по сути дела, Абай сводит мнение дома Гилеля, приравнивает в каком смысле, к мнению дома Шамая. Но с той лишь разницей, что дом Шамая говорил о мифологическом Динарии, а дом Гилеля говорит о мифологической Пруте. То есть, по сути дела, с точки зрения Абай, если мы вспомним, тот спор про дом Шамая. И те, и другие говорят про мифологические деньги, просто про разные. Одни говорят про Динар, другие говорят про Пруту. А раб Иосиф как раз говорит о том, что дом Гилеля не заморачивается с мифологическими ценами, оценками, а имеет в виду исторические оценки. А я надеюсь, что вы не запутаетесь, а я полагаю, что спор здесь иной. Абай говорит о том, что Прута это нечто определенное, а раб Иосиф говорит, что это нечто неопределенное вообще. То есть, как бы не нужно. Ну, хорошо, с этим мы вроде бы поняли и поняли два варианта понимания этого спора. Амарли, Раф-Йосиф, сказал ему Раф-Йосиф Игахи, если так, ты говоришь, что стоимость Пруты вполне одинакова. Гайну де Танейна це гайну де Танейна кама Прутот Бешени Вихашов Слаим Йотерми Альпайм То есть, он говорит, ну, хорошо, если ты считаешь, что у нас есть Барайта, да, то есть, где говорится так, цеевы хашов кама Прутот Бешней Слаим Сколько Прутот в двух целах. Цело это тоже некая монета, да, давайте еще раз, чтобы это вот закрепилось, давайте посмотрим, давайте, пабличку. Есть у нас целый, нет, вот у нас целый, целый есть выше, целый это 4 динара, 4 динара, а прута, 192 пруты, это динар, значит, нам нужно 192 умножить на 4, и тогда мы получим, собственно говоря, шней слои, да, вот эти две целы из прута, а у нас есть рассуждение в Барайте, да, где говорится, иди и посчитай, сколько прутов в двух целах, и дальше говорится в самой Барайте, больше, чем 2000, 2000, и он говорит, так смотри, что у тебя получается, у тебя даже 2000 не получается, а ты говоришь, больше, чем 2000, тут вмешивается какой-то дедушка, и говорит, а я учил не больше, чем 2000, а приблизительно 2000, в конце концов, что там получается, получается 2536, ну, наверное, что-то в этом роде и получается, зависит от того, мы говорим, что это 1,8 или 1,6, если 1,6, то дороже, и здесь и динаров получится как бы меньше, да, или наоборот, да, и наоборот больше, если будет 6, ну, да, получится, что прута дороже, и их получится в 4 слоях слоим меньше, да, но так или иначе у нас 4, значит, если мы умножаем на 200, мы умножим, то у нас будет всего 1200, да, то меньше, чем 1200, по вот этой, по крайней мере, таблице, да, а нам говорят, что вот этот дедушка говорит нам, что получается другая сумма, давайте посмотрим теперь на сам текст, значит, это у нас которая стоит 2 селы, и барайта, как бы говорит, смотри, как важно удалиться от греха, потому что искупление, даже за непреднамеренный грех, очень дорогое, тебе нужно принести, то есть, ты на пруту накуролесил, а принести нужно 2 селы, а 2 селы, это что, это больше, чем 2000, но 2000 нет, говорит этот самый раби Йосиф, с моей точки зрения, он говорит, что нет 2000, то есть, я могу пруту использовать просто как метафору, да, то есть, они не конкретизируют, а с точки зрения Араши, речь идет о конкретных вот этих рассуждениях, 1-8, 1-6, этого самого Исора и так далее, ну, и вот здесь расчет идет, да, нет двух, расчет такой, в одной селе 4 динара, в одном динаре 24 Исора, в одном Исоре 8 прут, значит, двух селых меньше, чем 2000, поэтому и так пони, тогда почему сказано больше 2000, ну, а вот этот старичок говорит близко к 2000, Гемара не согласна, да, и говорит, что на самом деле это 1536, ну, вот расчет, да, 4 на 24, на 8 и на 2, 2 селы, ну, видимо, так и получается, 1536, если мы пользуемся той самой нашей табличкой, то, наверное, так и получается или нет, ну, не важно, да, то есть, не будем сейчас вдаваться в математические тонкости, это, собственно говоря, не так важно, в Икееванды навкали у непалга, и поэтому вышло число за половину второй тысячи, то есть, близко, если округлять, то мы округляем, да, то есть, превышает 1500, коров ли альпаем корыли, и поэтому и назвали суммой близко к 2000, то есть, вот этот ответ, он является ответом рабе Иосифу, то есть, рабе Иосиф, с моей точки зрения, говорит о том, что прута используются вообще, и поэтому, говорится, 2000, там, то-се, то есть, это не какая-то конкретная стоимость, а метафорическое название монеты какого-либо достоинства, а альтернативная точка зрения все-таки говорит о том, что был прав Абай, и вот, ну, давай подсчитывать, и вроде бы с Барайта не совсем сходится, но там больше 2000, а меньше 2000, близко к 2000, почему, потому что на вторая тысяча была разменена, поэтому, ну, хожу, вот дальше, Гуфа, теперь Гемара исследует само высказывание Абай на тему спора, чему равна прута 1,8 или 1,6 Исера, у нас этот спор был, теперь, собственно, Гемара обращается, как часто бывает, да, именно к этому спору, о чем там идет спор, и вот его приводят целиком, и этот спор выглядит так, Шеэра, Симай, Бедуро, Кама и прута, вот этот, Раби Симай, пытался определить, сколько в его поколении, чему равняется прута, и определил 1,8 Исера Италийского, а когда пришел Равен, он сказал, что вот эти мудрецы, Достай, Раби Анаев, Раби Йоши, тоже пытались определить, и определили 1,6 Италийского, Амарли Абай или Рав Дими Нейма Атвы Равин Бефлукта Деган Итанаика Мифлагиту И Абай говорит Раву Дими, следующий он говорит, что может быть вот этот спор, спор, который ты приводишь 1,6 или 1,8 это не что иное, как спор как спор Танаев есть расхождение Танаев в отношении достоинства монет и вот как учили в Барайте и что же мы учили там то есть вот эта самая прута о которой говорили мудрецы действительно 1,8 итальянского Исара видите здесь появляются и еще целый ряд монеток о которых мы впервые слышим которых даже и в табличке нету получается так прута которые сказали мудрецы равна 1,8 а по поводу остальных монет они говорили так что 6 серебряных Маа Маа у нас была в табличке это 1 Динар он же Зус а Мааа это 2 Пундиона а Пундион это 2 Исара и отсюда мы видим что Динар это 24 Исара и Барайте продолжает а Исар это 2 Мусмиса а Мусмис их в табличке нет это вот эти самые Кунтранки а Кунтранк 1 это 2 2 пруты ну и получается что прута это 1,8 итальянского Исара ну естественно что наш вопрос стоит в том что зачем нам это нужно то есть пока мы в общем более-менее понимали хотя бы концептуально о чем идет речь и так далее зачем нам приводится вот эта вся телега с большим количеством монет о которых мы вообще ничего не слышали да и это Барайте где подробно обсуждается различные монеты собственно говоря да есть еще и продолжение этой Барайте да это Барайте продолжение Барайте звучит следующим образом А это альтернативная точка зрения точка зрения Рабана Гамлеэля который использует другую систему у него три адреса которых нет у нас в табличке равняется Маа какие-то два анца или точнее анца они составляют адрес есть еще шамины которые два шамина составляют анц а две пруты это то что составляет этот самый шамин и если такой подсчет делать тогда получается что прута является одной шестой итальйского то есть нам привели Барайту довольно подробно откуда собственно говоря исследует вот это расхождение расхождение между двумя спорящими один говорит одна восьмая другой говорит одна шестая на самом деле восходит к древнему спору между Рабаном Гамлеэлем да и мудрецами мудрецы определяют Танакама да как это говорится определяют руту как одна восьмая и сара Рабан Шмонган Гавлиэль как одну шестую ну и вернемся к вопросу о том зачем собственно говоря это нужно потому что на этом в общем более-менее все заканчивается и дальше нам говорится о том что на самом деле можно сказать что нет никакого спора есть просто повышение цен и понижение цен на бирже и это повышение и понижение цен влияет то есть одно дело когда мы говорим что ИСР подорожал если пользоваться ИСР как такой монетой как лакмусовой бумажкой повышения цен тогда значит прута это одна восьмая а если ИСР подешевел то одна шестая прута одна шестая и на этом вот это рассуждение да рассуждение относительно достоинства пруты как бы заканчивается следующий следующая судья вот видите она отсюда начинается Гемара переходит к случаю когда стоимость кедушин меньше пруты это не случайно вот в этом в продолжении разговора о мнении дома Гилеля видите сказал Шмуэль Кидша Бытмара фиником он пытается ее рекадыш с помощью финика что подтверждает мою точку среднего что раби Иосиф имел ввиду когда говорил о пруте что прута имеется ввиду все что угодно но дальше будет рассуждение о том этот финик он годится или не годится для того чтобы быть актом хедушин а мы вернемся к вот этой самой сетке которую нам здесь построили на основе которой тоже можно было бы сделать табличку или две таблички с этим достоинствами монет и так далее зачем собственно говоря это такая подробность изложения она действительно может быть и не нужна но она указывает на что она указывает на то что ведь они пользуются разными системами Рабан Гамлиэль и мудрецы у мудрецов там монетки одни а у Шабана Гамлиэля другие монетки то есть названия монеток другие не всех правда то есть есть монетки которые называются одинаковы прота например да и исар а есть монетки которые называются иначе совсем да то есть там есть какой-то пундион а здесь например какой-то шамин которого там нет если как бы на этом сосредоточить наше внимание то можно сказать следующее что когда речь заходит о так я сейчас еще занят если речь заходит о вот этой самой ценовой что ли политике да насколько значимым является ну скажем так валюта то есть валюта которая является валютой какой валютой исторической у нас же был разговор о чем изначально да то есть они имеют ввиду мифологические деньги которые как бы или имели вроде бы были в ходу во времена Тор или во времена Моисея и или контекстуальные тогда получается что вот этот расклад да расклад который приводит к различию одна восьмая Исера или одна шестая Исера она говорит нам о чем она говорит нам о различии этих самых исторических контекстов и можно было бы сказать что по сути дела само это различие говорит о том что исторический контекст ну меняется нам в итоге говорят что меняется не исторический контекст то есть в итоге это снимают говорят о том что просто дорожает дорожает Исер или наоборот Исер на бирже становится более высокий рубль там поднялся или рубль опустился так же Исер или прута тоже может опускаться или подниматься тогда это как бы говорит о колебании цен внутри исторического контекста а возможно что речь идет и о том что исторические контексты просто меняются в силу того, что я вижу, что название монеток в одном случае одни, а в другом другие, то есть там у меня рубли, значит, копейки и так далее, а здесь у меня доллары, сантимы и прочие, и фунты и стерлинги, которых там не было. И тогда получается, что возможно приведение этого подробных двух изложений это не что иное, как некое сомнение в том, что я могу пользоваться этим самым историческим контекстом, как чем-то определяющим. Если это так, то тогда та точка зрения, которую я, собственно говоря, отстаиваю, она выглядит следующим образом. Раби Йосиф говорит, прута это в принципе метафора. То есть, ну, что угодно. То есть, дом Гилеля считает, что мы не должны привязываться к каким-то ценам, определять стоимость той или иной монеты и так далее. Почему? Когда ему Абай в ответ приводит, а вот мудрецы там и так далее, и так далее, это в каком смысле подробное приведение этой барайты, оно как раз показывает, оно играет на руку Раби Йосифу. Почему? Потому что Раби Йосиф мог бы сказать, он здесь этого не произносит, но он мог бы это сказать. Посмотри, у нас эти самые просто разные исторические контексты. И эти разные исторические контексты, они, собственно говоря, то делают и с Артаким, то делают и с Арсиким. И поэтому ты не можешь ориентироваться на них. Да и не нужно на них ориентироваться. В ответ на это ему говорят, нет, может быть, все-таки можно ориентироваться, потому что внутри у нас есть колебание цен. Это колебание цен, оно является тоже контекстуальным. И поэтому я как раз должен учитывать контекст и значимость монетки для меня играет определенную роль. То есть прута это не все, что угодно, а именно конкретные прута и все-таки это какая-то стоимость, которая зависит, ну да, она зависит в том числе от того, что, как определяется цена на бирже. Вот таким образом я вижу разворачивание вот этого, этой беседы. У Раши, согласно комментарию Раши, это не так, что весь разговор идет об об определении стоимости, да, и по сути дела весь разговор тогда сводится к тому, какую же стоимость я должен определить. Мне кажется, что более удобное, что ли, прочтение это именно такое, и тогда естественным образом продолжением этого разговора является как бы высказывание такое, ну хорошо, если Бейк и Лейд считают, что это вообще все, что угодно, тогда может быть и за Финник может быть. Ну да, вот и продолжение разговора идет именно в эту сторону. Так, с моей точки зрения, кажется, можно прочитать вот этот кусочек, непростой, непростой не с точки зрения логики, не с точки зрения языка, а с точки зрения как бы нас, как читателей, можно сказать, ну скучно, скучно, там это Барай, это вот эти Исары, все эти названия монет, зачем они нужны, ну вот я попробовал объяснить, зачем они нужны и как, собственно говоря, с моей точки зрения разворачивается этот разговор, да, то есть если говорить о радикальной позиции Илэля, в отличие от Шамая, о которой мы говорили, у Шамая стоимость играет роль, потому что предшествуют отношения раб-господин, а у Дома Илэля не так. Можно будет потом вопрос? Да, конечно, как раз именно сейчас можно вопрос. Я хотел, может быть, немножко отключиться, у меня еще незрелая такая какая-то мысль сегодня мелькнула. Мы для того, чтобы ясно понимать, что мы делаем, мы должны понять все-таки, что такое Талмуд и определить, что это такое. Вот эти господа решают какие-то вопросы. Были ли у них заказчики, или это свободный интеллектуальный поиск, который там и так далее. Является ли Талмуд сакральным текстом? Ну, на это мы, разумеется, можем ответить, что нет. Талмуд это в лучшем случае комментарии к сакральному тексту. Но тогда возникает следующий вопрос. Если это комментарии логические и так далее, то нас должны интересовать эти камешки. Они сами по себе значимы или незначимы? Можно ли из... Какие камешки еще раз? Какие камешки? Каждое их обсуждение это некий камешек в здании Талмуда, который выстроен. Если эти камешки обладают собственной ценностью, то тогда мы ее должны увидеть, проявить. Если эти камешки являются теоретической основой Аллахи, часть которых отвергнута, то тогда в этом смысл. по более глубокому вашему предположению, эти камешки позволяют нам создать символический смысл Торы, объяснить. Не Торы, символический смысл жизни. Да, символический, да, правильно, я аж не точно выразился. Символический смысл жизни, каждый наш поступок. Если это так, то тогда наша задача в каждом секаре или в каждом как они там, то есть подробность, бытовая подробность их обсуждения столь велика, что выдают больших специалистов, как в сексе, как в банковском деле и так далее. То есть возможно ли из камешков неравной формы и так далее выстроить правильное какое-то здание. в общем наша задача, ну, по крайней мере в начале, это получить продукт Талмуд в виде того, чем человечество может восхищаться. Вот. И когда... Я расскажу, что я такой задачи своей претенциозной не ставлю. Нет, вы не ставите, да. Я вам и говорю, что я... Но все остальное, все остальное вы правы совершенно, да, то есть, ну, с моей точки зрения, действительно, то, что из себя представляет Талмуд, это попытка осмысления. Это не комментарий, конечно, да, то есть, если под комментарий имеют в виду разъяснение сакрального текста, тоже мы много раз говорили, сакральный текст, а именно писание, используется не для того, чтобы его откомментировать и понять, а для того, чтобы с его помощью определить вот те или иные символические значения тех или иных жизненных ситуаций. Но мы, собственно говоря, постоянно это и пытаемся делать, да, вот у нас сейчас был, что были, собственно говоря, можно это рассматривать как два камушка, можно рассматривать как один камушек, то есть рассуждение о том, за какую цену происходит кедушение. Ну, и вот мы видим, да, мнение дома Шамая, оно обсуждается, я попытался объяснить, что, собственно говоря, из этого вытекает, и мнение дома Гилеля, что из этого выясняется. Оба эти взгляда, они являются чем? Они являются неким продолжением определенного рода символического осмысления того, что же это такое, что такое кедушин, и как это соотносится с апрельной историей. Это как раз то, что я пытаюсь сделать. Нет, но это вы сказали сейчас в общем виде, но конкретно, четыре ЗУЗа или восемнадцать ЗУЗ и так далее. Четыре ЗУЗа, это как раз в данном случае, это не важно. То есть я попытался это объяснить, почему здесь приводятся две разные таблицы. Две разные таблицы приводятся не потому, что одна восьмая важна, не потому, что одна шестая важна. Почему? Потому что это показывает, что у нас есть разные исторические валюты. Если у меня есть разные исторические валюты, то я должен определиться, является ли исторический контекст определяющим или нет. Это одно из философских следствий, которые вы в этом привлекли, и это правильно. Но сама задача она оторвана от либо нас учат, как нам жить, как нам поступать. Никто не учит. Нет, никто не учит. А тогда как мы это обзовем? Вот эти рассуждения. По чьему заказу они были сделаны? Не почему заказы? Есть компания людей, условно говоря, есть компания людей, у которых есть определенного рода мировоззрение, если я его правильно понимаю. Как я его понимаю, я уже многократно рассказывал. И вот эта компания людей, возможно, она очень немногочисленная, но не то, что возможно, так она и есть. Она занимается именно вот этой деятельностью, а именно разговаривает, осмысляет и так далее. Дальше появляются последователи этой компании, редакторы, которые тот материал, который у них есть, определенным образом складывают. Складывают они в некую мозаику, которая, с их точки зрения, может помочь тем, кто принадлежит этому кругу, вести и продолжать этот разговор. мы этому кругу не принадлежим. От нас этот текст состоит очень далеко. И поэтому нам остается, если мы предполагаем, что здесь действительно есть некая композиционная работа, пытаться реконструировать логику этой композиции. Это другая логика, это не логика, которую мы знаем по греческим трактатам, которую мы знаем в науках и прочее. Это другая логика, которую я обычно называю поэтической скорее. Это поэтическая логика, которую мы можем попытаться реконструировать и так далее. Вот, собственно, все. Если говорить про общие вещи. Я, собственно говоря, каждый раз пытаюсь именно это делать. Да, то есть вы хотите сказать, что мы изучаем беседы некоторых людей, которых на это никто не уполномочил, которые это делают по своему свободному как бы интеллектуальному поиску, которых кто-то кормит в это время и так далее. То есть это даже не философы современные в нашем понимании, а это вообще так как бы ну такие бродяги. Ну, не знаю, почему бродяги. То есть как они жили, то есть по поводу бытовых так сказать моментов их жизни очень сложно Их кто-то кормил, за что их кормили? Почему кто-то кормил, их никто не кормил, ну, неизвестно, то есть нам ничего неизвестно по поводу, я же говорил, бытовые стороны нам неизвестны. Нам, мы видим, если говорить про сам этот материал, то есть один там работает, не знаю, кузнецом, у него стены дома, его черные и так далее, другой там продает вещи, кто-то богатый, кто-то бедный, то есть они, если исходить из самого Талмуда, они очень разные, кого-то кто-то кормит, а кого-то никто не кормит, а кто-то питается там горстью рожков от шабата до шабата, поэтому что там происходило с точки зрения их быта, абсолютно непонятно. ну, я же это говорю, ну, не в том смысле, что мы хотим исследовать быт, мы хотим понять, ну, что ли, общественный запрос, который они... и удовлетворять. Общественный запрос какой? Вот собирается группа, не знаю, футуристов, кто их кормит, что ими движет? Вот группа, да, или аберевуты какие-нибудь, кто их кормит, что они делают? Вот они делают, вот у них есть определенная программа, что-то такое. Там за всем этим... Что делают дадаисты? Явно или неявно всегда существует философия, понимание, искусство, там проливали, жизнь, что-то такое. И здесь проливали. И здесь тоже проливали. Мне не хочется, мне не хочется думать, что это какие-то аберевуты. Почему? Это же талмуд, это основное произведение еврейской интеллектуальной мысли, ну, скажем, определенного периода. Да, да, ну и что? А чем плохие аберевуты, чем вам не нравятся аберевуты? Я же говорю просто... они замечательные, но они такие... Вы же спрашиваете о чем? Вы спрашиваете, как это все сложилось? Они не шел спец. Это заказ. Нет, не было никакого заказа, было просто сформировалось некое мировоззрение, некая философия, как мы бы сегодня сказали, хотя это не совсем философия, но то, что мы называем философией. То есть определенное мировоззрение, определенного рода устремленный, да, то есть, про который я тоже очень много раз говорил. И есть круг людей, которые этим занимаются, и которые занимались этим несколько сотен лет, вот и все. А потом еще нашлись люди, которые это все, опять же, это не запись разговоров, как мне кажется, это использование материалов разговоров для того, чтобы определенным образом из них что-то такое составить. Составить для своих. То есть, они говорят языком, который понятен их кругу. А мы, поскольку этому кругу не принадлежим, пытаемся пробиться к тому, что они хотели сказать. Ну да. И поэтому уже у нас существует с вами опыт какой-то, и мы пробиваем. То есть, тогда мы должны строить каждый раз на каждом, ну, буквально 15-минутном кусочке символический смысл. А я это и делал. Марк, я же это и делал. Посмотри, посмотри, пожалуйста, Люба написала в чате вопрос. Да, Люба пишет, что потом, почему-то, 2000 лет наш народ учил, хранил рассуждения этой компании. Совершенно верно, да. А потом, 2000 лет наш народ учил, хранил рассуждения этой компании, развивал определенным образом. Тоже я рассказывал, каким образом, да, то есть, и при этом эту компанию, как мне кажется, до конца не понял. Наш народ. не только народы мира, наш народ тоже. То есть, взял этот материал и определенным образом под влиянием определенных исторических и прочих социальных, прочих причин сделал этот материал основным, действительно, основным для образования, для изучения и так далее. Но изучал его не так, как он был сделан, да, то есть, по другим принципам. Это не говорит о том, что эти другие принципы хуже, например. Нет, они не хуже, они просто другие. И, собственно говоря, да, и воспитывал на этим рассуждения своих детей. Совершенно верно, да, то есть, дети и европейская, по крайней мере, еврейская культура, она воспитывалась на, ну, не только европейская, она основывалась на неком методе, который изобрела другая компания. Я рассказывал про это, да, компания-то софистов, которая превратила этот текст и стала с ним обращаться с этим текстом, иначе, нежели этот текст был построен, которая применила некие логические операции для работы с этим текстом. И получилась большая, очень тоже огромная многовековая литература, которая основана на вот таком вот методе работы с этим текстом. Когда я нахожу в нем противоречия, уже логические противоречия, да, сталкиваю и решаю их. То есть, возникает понятие Акушияте, и вот на этом, собственно говоря, построено еврейское образование средневековое и нового времени. Тоже у нас в этом вводном, вводной части, я про это подробно рассказывал. Но сам Талмуд устроен, с моей точки зрения, иначе. То есть, взгляд евреев средневековых и современных на Талмуд, я имею в виду, традиционных, он в определенном смысле противоречит тем принципам, на которых Талмуд был построен. Не во всем, но во многом, то есть, это немножко другая оптика. Но я тоже об этом много раз говорил, то есть, это переход от поэтического к логическому. Есть логический фокус, есть поэтический фокус. Поэтический фокус был отставлен в сторону, его как бы не видно. Но вот то, что я пытаюсь сделать, я как раз в Марк именно так, как каждый 15 минут, ну, может, каждые полчаса, я возвращаюсь к возможности символического прочтения, которое лежит за вот этим способом выражения мыслей, к которому мы не привыкли. Здесь не исключено, совершенно что я заблуждаюсь, что это все мои фантазии и что все не так. есть другие точки зрения на Талмуд и, может быть, я и не прав. Ну, мне кажется, у вас довольно часто бывают блестящие такие попадания и, мне кажется, изучение Талмуда именно должно идти первично, непрофессионально, как это у нас, по этим блестящим точкам. то есть задача нашего профессора, учителя там и так далее на этих блестящих точках учить ну, как бы шедевром, потому что сам весь этот текст, он не состоит из шедевров, ну, вот я уже так полагаю, извините, вот, но есть иногда вещи, которые вот можно этим словом назвать, и продвижение по этим вещам как бы антология идей и кусков. То есть, ну, в общем, вот это у меня мысль. Тогда бы это, наверное, было бы ну, более правильным, мне кажется. Не с полосняком. Я не очень понял, за что. Я, собственно говоря, это и делаю. Вот у нас наши уроки, вот мы читаем, вот пытаемся понять. Не, не, но в каждом этом кусочке. Временем Люба говорит, пусть они понимали не так, как создавалось, но тексты-то были эти, да, тексты были эти, но точно так же, как мы видим, как мудрецы Талмуда дрошируют писание, и каждый раз мы можем удивляться, вообще-то говоря, вроде бы там в писании сказано совсем другое, а они делают мидраж, который говорит о чем-то другом. Точно так же и здесь, то есть текст может быть каким угодно, вопрос, как я с ним обращаюсь, что я из этого текста получаю, то есть, как я уже говорил много раз, элиминирование годической составляющей, то, что называется годической составляющей из Талмуда, оно привело к определенному, искажающему саму интенцию Талмуда, способу его восприятия. с моей точки зрения, не обязательно. Ну, в общем, свои, как бы, такие мучительные соображения я высказал, а глубже пока не могу. Да, Март, спасибо, как всегда, вы нас выводите на общие рассуждения, они нужны, безусловно. Последний тезис, я не знаю, что же нужно делать, но у меня нет никаких стремлений к тому, чтобы, так сказать, распространить Талмуд или его изучение в подобном виде на наш народ, тем более на народы мира, поэтому у меня как бы скромные задачи. Вот мы читаем, спи и читаем. Ну, это окей, окей, да. Ну, хорошо, значит, следующий вторник, продолжим с Финника. Окей. Хорошо, всем спасибо за частные вопросы. Тадарабали, это вот. И шиба. Пока-пока. Всего доброго.